В Тверской области продолжается реализация проекта «Пушкинская карта». Молодежь принимает в нем активное участие. Только в нашем регионе оформлено более 38 тысяч карт. Куда в Верхней Волжье можно бесплатно сходить по данной программе, выясняла Наталья Федорова. Ходить в кино бесплатно. Раньше об этом можно было только мечтать, но теперь все наяву. Мероприятия в рамках «Пушкинской карты» доступны в 28 учреждениях Тверской области, федеральных, государственных, муниципальных и частных. Это проект Министерства культуры Российской Федерации. Он охватывает детей и подростков в возрасте от 14 до 22 лет. На карты, пусть виртуальные, пусть пластиковые карты детей и подростков, начисляются денежные средства. В этом году в размере 5 тысяч рублей. Весь репертуар учреждения культуры, доступный обладателям «Пушкинской карты», представлен на портале «Прокультура.РФ». Приобрести билеты можно и в электронном приложении, где размещена афиша событий. Здесь же обозначены специальные акции и интерактивные проекты. Музеи, театры, выставки, мастер-классы. Каждый найдет себе мероприятие по душе. А с 2022 года по карте теперь можно сходить и в кино. Так в киноконцертном зале «Панорама» вы не только бесплатно насладитесь интересным фильмом в комфортном зале. По «Пушкинской карте» можно посетить обзорную площадку. Она пользуется огромной популярностью как у жителей Твери, так и у гостей нашего города. Также по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты на фильмы. Какие фильмы, опять же, можно посмотреть на сайте. Либо в приложении «Госуслуга культура». Проект «Пушкинская карта» не только позволяет молодежи приобщиться к богатейшему культурному наследию нашей страны, но и дает новый импульс развития всей отрасли, отмечает губернатор Игорь Руденя. Напомню, что Верхневоложье благодаря этому проекту подрастающее поколение может среди прочих бесплатно посетить такие знаковые места, как Тверской императорский дворец и Ржевский филиал Музея Победы.